Это личинки марокской саранчи. Они переходят как раз во вторую фазу. Бабахану Аширбаеву вместе с коллегами пришлось прочесать более 35 тысяч гектаров, чтобы обнаружить личинки вредителя. Мы не могли сразу начать химическую обработку. Во-первых, это были личинки и не все насекомые еще вылупились. Во-вторых, из-за дождей химикаты смыло бы водой. В-третьих, химическая обработка проводится лишь при достижении саранчи второй стадии зрелости. И сейчас самое время. В Туркестанской области в этом году марокскую саранчу нашли на пастбищах в четырех районах. Специалисты говорят, что навредить она пока не успела. «2 апреля мы обнаружили первые личинки марокской саранчи в Келехском районе. А 17-го уже приступили к обработке отечественными ядохимикатами». Если саранчу вовремя не потравить на пастбищах, она переберется на поля и уничтожит все. Ведь каждая самка в активной фазе способна отложить от 1000 до 1200 личинок. К тому же скорость передвижения взрослой особи – 120 километров в день. Не зря саранчу сравнивают по стремительности с лесным пожаром. По словам специалистов, на юге Казахстана обитают два опаснейших вида саранчи. Это марокская и азиатская. Если на территории Туркестанской области марокскую можно встретить, на всей территории, то азиатская обитает только в Сузакском районе. Обработку пастбищ проводят двумя способами – или авиация, или сельхоз с техникой. Все зависит от ландшафта местности. Если это равнина, то потравка идет с воздуха. На полях, где есть возвышенности, распыляются тракторов. В этом году на борьбу с саранчу в Казахстане в общей сложности потратят полтора миллиарда тенге. Сумма внушительная, но она спасет урожай и в без того непростой год.